Добрый вечер, Гомель! Считается, что Малая Родина это место, где ты родился, где ты вырос, где живут дорогие тебе люди, где находятся самые памятные места. И вы знаете, если для кого-то Малая Родина начинается с хороших и добрых товарищей, живущих в соседнем дворе, помните, как в известной песне, то для большинства белорусов детские воспоминания также связаны еще и с картошкой. Все-таки без Бульбы сложно представить нашу Малую, да и Большую Родину. Вот очень интересно, с чего, дорогие друзья, начинается Ваша Малая Родина. Звоните в студию 34 22 43, также пишите в Viber. А пока мы поговорим об этом с нашими гостями в студии. Это музыкальный коллектив, арт-коллектив «Бульбаш» сегодня у нас в гостях. Ребята, добрый вечер. Очень рады, очень рады видеть вас в нашей студии. Спасибо, что вы приехали к нам из Добруша. Кстати, как добрались, расскажите. Отлично. Настроение хорошее. Я думаю, что этот час прямого эфира мы, что называется, дадим, да, с вашей помощью. Хорошо, давайте познакомимся поближе. Владислав, вот ты являешься руководителем коллектива. Представь, пожалуйста, остальных участников. Ну, начну представление с мужской части нашего коллектива. Оригинально. Конечно, обязательно. Обязательно. То есть такое распределение, хорошо. Да, с мужской части. Значит, Алексей Кузьмичев у нас солист, креативщик, светоч. Роман Калинин у нас музыкант, поэт и вокалист. Исполнитель, я так понимаю, с микрофоном. Переходим к самому красивому, наверное, обворожительному, просто сногсшибательному, к сногсшибательной части нашего коллектива. Так, мы уже заметили. Это, конечно же, две красивые наши прекрасные вокалистки. Это Кристина Березкина, наш золотой соловушка и Эмилия Собянина. Ну что ж, спасибо. Так представили, да. Прям вот захотелось действительно хлопцы аплодировать. Но вот что интересно, ребят, вот вы слышали, да, вот тему нашей программы сегодня. Поговорим о музыке, о национальной кухне и, конечно же, о малой родине. Вот мне интересно, вот у вас, с чем связана ваша, скажем, малая родина и что вообще для вас такое малая родина? Вот кто возьмется? Алексей? Для меня, например, малая родина – это мой дом, моя семья, мой город родной, где я родился и вырос. Это Добрыш? Да, Добрыш, конечно. Я провел там все детство и просто не могу представить себя в каком-то другом месте. Мне приятно, как бы, пройтись и сейчас по тем местам, где я в детстве гулял. Ну хорошо, какое-нибудь есть такое место секретное, о котором никто не знает? Но сегодня же вечер, когда мы раскрываем секреты, вот, Алексей, какая-нибудь лавочка, какой-нибудь закуточек, есть такое место? Да, есть одно местечко, оно около реки Ипуть, у нас река Ипуть есть, вот, пляжик такой небольшой в леску, вот, и там есть одна лавочка такая со столиком. Ну, туда мало кто ходит, а на такое малоизвестное место, но очень красиво и очень нравится. Спасибо, спасибо за откровенность, Алексей, спасибо большое. Вот хочу спросить у наших очаровательных, да, как говорилось, ображительных, блистательных, да. Кристина, ну вот расскажите, вот для тебя, например, вот, что такое малая родина? Ну, малая родина, во-первых, я сама, родина моя малая – это Гомель. Ух ты, как интересно, а так, так, хорошо, а в Добруши, как-нибудь? Ну, в Добруш, Добруш, мне, я попала в Добруш по воле случая, судьба, так сложилось, я вышла замуж. О, так это самый замечательный случай, на самом деле. И Добруш, конечно, очень мне нравится, он очень красивый город, добрый, такой сказочный, скажем так, там очень много озер, вот такая вот местность, очень красиво. Ну, я, например, слышала, что кто-то из вас считает своей малой родиной столицу Республики Беларусь, город Мин. Да, это я. Кто? Владислав, серьезно? И так вот оттуда, прям сюда, вот в Добруш? Отсюда, прям туда, нарочным, скорым поездом, потому что город Добруш покорил меня не только своими красотами, не только город Добруш называется Малой Венецией Гомельской области, но и своими людьми, своим коллективом. Этот коллектив, который собран здесь, это он, он собран именно из Добрушан. Отлично. Вот мне, давайте вернемся к коллективу, к вашему, он достаточно молодой, и название у него такое, знаете, я не могу сказать, что оно оригинальное, но очень патриотическое, очень родное. И все-таки, почему выбрали именно такое название Бульбаш? Это как-то связано вот с гастрономическими какими-то пристрастиями ваших музыкантов? Ну, я думаю, что никто не откажется от Бульбы с мясом. А что так на них подозрительно смотрите? Вы их проинспектировали до этого? Все любят Бульбу. Все любят Бульбу, все любят картошку. Например, у Алексея Бульба картошка, это, наверное, ну сколько? Раз в семь в неделю, правильно? Серьезно, Алексей? Шесть-семь раз в неделю. Ну хорошо, что не в день. Но я хочу вот прямо сейчас вот действительно подтвердить ваши слова. Дорогие друзья, сегодня в нашей студии присутствуют, ну, какие-то такие, знаете, оригинальные блюда. Даже я, ну, сколько уже видела в этой студии, на такой красоты еще не видела. И это все привезли вот наши бульбаши, я бы так сказала, из Добруша. Ну, более подробно мы об этом еще поговорим сегодня. Но я бы хотела, чтобы, дорогие друзья, вы обратили внимание на первое блюдо. Это вот этот удивительный пирог. Это пирог из картошки. И достанется он сегодня кому-то из наших зрителей. Скорее всего, это будет тот телезритель, который позвонит по телефону 34-22-43 на прямой эфир и ответит на очень простой вопрос. Просто надо назвать родину картофеля. Итак, 34-22-43 и этот пирог ваш, дорогие друзья. А вот что это за пирог, мы поговорим чуть позже, когда у нас появится победитель. Дорогие друзья, продолжаем разговор с бульбашами. Напоминаю, что эти ребята приехали к нам сегодня из Добруша. И еще несколько коротких вопросов перед тем, как мы услышим, как вы все-таки поете. Итак, сколько песен вообще есть в репертуаре? Около 15-20 песен. Ну, для молодого коллектива это, в принципе, достаточно. А скажите, как часто вообще выступаете перед аудиторией? И, может быть, какой-то концерт, вот, с последних запомнился. Очень часто выступаем перед аудиторией. То есть любые концерты, связанные с нашими праздниками, то есть 3 июля, 9 мая, ни один концерт в Добруша не обходится без участия нашей арт-группы. Но концерт, который запомнился, это был сольный концерт, который прошел 28 февраля 2018 года, приуроченный к Году Малой Родины. Это под названием «Беларусь, это мы». Так. Вот, он прошел в Добруша, в государственном учреждении Добрушский район Дворец культуры. Настоящие бульбаши, которые действительно людят и прославляют свою, дорогие друзья, Малую Родину. Мне подсказывают, что у нас уже есть телефонный звонок. Оказалось, наверное, очень просто для наших зрителей, да, Родина Картофеля. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Анатолий. Анатолий, скажите, пожалуйста, знаете ли вы, откуда к нам пришел Картофель, вообще Родину Картофеля? Я вот не знаю, хочу просто вариант сказать, но можно сначала вопрос группе задать? Можно. Давайте вопрос группе. Такой вопрос группе. Хотелось бы узнать, когда группа приедет с сольным концертом в Гомель? Ай, какой вопрос хороший. Хороший. Да, и ответ на конкурс, я думаю, что это Америка. Америка. Вы знаете, вы практически угадали, но надо назвать какую-нибудь ее часть, там же их несколько. Вот часть. Да, какая там северная, южная? Я вам подсказываю. Я вам подсказываю. Ну, картошка там где теплее может быть все-таки, нет? О, Господи. Ну так, еще раз, северная или южная часть Америки все-таки Родина Картошки? Ну, давайте, давайте южную. Южную, вы выиграли. Спасибо. Ну что, я хочу, просто хочу вас поздравить. Вот этот замечательный пирог, который привезли, вот группа Бульбард привезла из Добруши. Мы сейчас вообще узнаем, что там за секретные ингредиенты скрываются, но он достается сегодня вам, и эти аплодисменты тоже. Спасибо большое. Перед тем, как мы расскажем про гастроли, ребят, скажите, кто автор этого пирога и вообще вот этих замечательных блюд, которые сегодня в нашей студии? Кристина улыбается, да? Можно сказать, я, да. Ну, я готовила его не одна, мне помогали мои детки. Так. Вот. Ну... Какой рецепт? Давайте расскажем, что там вообще, потому что все так скрыто, красиво. Что там, ну, в принципе, не так уж все и сложно, но, во-первых, это тесто на кефире, ну, это все знают, наверное, там мука, сода гашеная, и так далее, яйца, ну, все. Вот. Самый интересный момент в этом пироге – это блины. Там укладывается тесто, значит, вот это на кефире, потом блины, слой блинов, и все наверх это заливается, сверху укладывается начинкой картофельной, там, грибы, фарс, все, что угодно, что, что ваша душа... Все, что хотите, все, что душа пожелаете, делайте. Вот такой, дорогие друзья, пирог от Бульбашей. Вот такой замечательный рецепт, который, в принципе, каждый из нас действительно может попробовать. Спасибо, ребята, большое. Ну что ж, дорогие друзья, вот согласитесь, картошка для нас, белорусов, все-таки особый продукт, но зрители еще интересуют, когда вы пожалуете с концертом в Гуме. В скором времени. В скором времени. В скором времени, да. Вопросы в ближайший момент. В ближайшее время, да, уже пора давным-давно заняться этим вопросом, тем более, что сегодня вы у нас в студии не просто так. Напоминаю, что, дорогие друзья, мы работаем в прямом эфире, говорим о национальном достоянии картошки. Кстати, наши гости из Добруша, вот, приехали не с пустыми руками. О том, что же они сегодня привезли, мы расскажем чуть позже. А пока я бы хотела, наверное, предложить все-таки послушать, как поют бульбаши из Добруша. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дорогие друзья, не могу удержаться, чтобы еще раз не услышать эти аплодисменты, потому что я на самом деле прям подпевала бульбаш, ты бульбаш, я бульбаш. Спасибо, ребята, спасибо за это выступление. Субтитры сделал DimaTorzok Максим, вот вашей деревне, вашей малой родине, привет от нашей программы, вот прямо сейчас, в прямом эфире. О, ну а Стас, он просто передает вам большой привет и говорит, что приятно видеть земляков на нашей программе, сам он родом тоже из Добруша, привет бульбашам. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что же, ребят, вы знаете, вот на вашем коллективе в интернете пишут так, дружные ребята не боятся ставить перед собой сложные творческие задачи. Вот у меня вопрос, о каких вообще сложных творческих задачах в принципе идет речь, Владислав? А любые задачи, они являются одновременно сложными, но с таким коллективом они являются легко выполнимыми. Хорошо, на сегодняшний день, вот именно на сегодняшний день, какую задачу пришлось решать, кроме того, что вот пироги, драники и все остальное подготовить для эфира? Сегодня задача была только в одном, хорошее настроение и подарить хорошее настроение телезрителям вашей программы. Спасибо большое. Ну а вообще чем вы можете похвастаться? Какие, скажем, ну уже музыкальные вершины успели покорить? Ну музыкальных вершин много. Это и зарубежные музыкальные вершины, и наши музыкальные вершины. Что, на Евровидении пробивались? Возможно, Евровидение будет в следующем году. А в этом году у нас... Давайте начнем с концерта в Гомеле для начала. Конечно, концерт в Гомеле не вопрос сделаем. Обсудим это малым советом Бульбаша и сделаем. А извините, а есть еще и большой совет у Бульбаша? Ну большой совет у Бульбаша как бы есть, но он скрыт. Поэтому мы сначала решаем проблему в малом совете, как в семье. Так. А потом выносим свои предложения на более или менее... Хорошо. Вот какая-то самая последняя такая вот для вас действительно вершина, которой вы гордитесь, скажем так, в творчестве. Это что? Это международный конкурс новых звезд. Это старт-стар в городе Санкт-Петербурге, где мы стали лауреатами первого места. Ну что ж. Спасибо большое. Вот есть вопросы для вас, ребята, от наших зрителей в Вайбере. Наталья спрашивает, с кем из белорусских звезд сотрудничает сегодня Бульбаши? Кто ответит? Ну я думаю, Саша Немо. Саша Немо, так. Это вот песня Бульбаш, она именно его песня. Мы с ним сотрудничали, попросили у него разрешение исполнять ее. Разрешил. Да, да. Видно, что разрешил. Да, разрешил. Мы ему скинули потом, естественно. Видео показали. Корректировал как-то вот ваши... Он поставил лайк. Он поставил лайк, поэтому и все. Ну вот, отлично. И вот эта песня Бульбаш, она стала, как скажем, ну таким неофициальным гимном нашей арт-группы. Спасибо. А еще есть вопрос от Ольги. Где выступает этот веселый коллектив? Вас уже оценили наши зрители. Да, коллектив выступает. Ну, в принципе, отвечали уже на этот вопрос, да, что это площадки Добруша. Ну, и не только, наверное, Добруша, и в Гомельской области. И в Гомельской области, да. И в Российской Федерации выступали, да. В принципе, в Гомеле-то мы тоже выступаем периодически, но это не был сольный концерт, это было участие в каких-то концертах. То есть сольный концерт, то есть еще впереди. Вы знаете, вот мне что интересно, ваши костюмы. Вот честно скажу, очень удивили. Кто вообще занимается вашими образами? Нашими образами занимался известный дизайнер Анастасия Фалькович, которая работает в Минске, ее фирма «Аля Фалька». То есть обращайтесь, всегда найдет и подскажет. Я хочу задать вопрос одному из ваших участников вашей группы. Он такой скромный, такой спокойный, тихий роман. Роман, я хочу вам задать личный вопрос. Скажите, пожалуйста, а чем вы занимаетесь, кроме творчества, кроме того, как вы ходите на сцену? Я же видела, как вы поете. Такой весь харизматичный, а здесь так тихонечко. Скажите, пожалуйста, у вас какая профессия вообще? Ну, я работаю во Дворце культуры города Добрыша руководителем народного хора «Заряночка». О, руководитель хора, и такой скромный, такой скромный. Скромный. Ну, спасибо большое. А вы вообще все из одного коллектива, да, получается? Алексей, чем занимаетесь во Дворце? Я светооформитель. То есть сценическое освещение, это на мне. То есть вы отвечаете за электрику, я бы так сказала. Ну да, из-за электрикатуры. Можно сказать, что мы его просто между собой называем «бог света». Вот как, спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, от группы «Бульбаш» на «Беларусь-4». Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Сегодня говорим о национальном достоянии, о картошке. И следующий вопрос нашего конкурса звучит так. Продолжите, пожалуйста, пословицу «картошку сажать». Вот скажу, что в этой пословице фигурирует, вот я вам даже подсказку даю, да. Вот, еще раз, картошку сажать. Продолжите, пожалуйста, эту пословицу. 34-22-43. Первый, кто позвонит в студию, получит пригласительный билет на ночь музеев в музее истории города Гомеля. Дорогие друзья, мероприятие называется «А у нас во дворе». И состоится оно в эту пятницу, 18 мая, 18.00, по адресу Пушкина, 32. Посетители этой ночи музеев ждут увлекательные выставки, модные показы, концертная программа. Ну, я так скажу, ночь музеев – это всегда что-то такое долгожданное. Поэтому пригласительный билет, вот как раз, кстати, 34-22-43. Продолжите пословицу «картошку сажать». В общем, ждем, ждем ваших телефонных звонков и рассказывайте, конечно же, о своей малой родине. Антонина написала нам в Вайбере. «Бульбаши знают толк в еде». Я так понимаю, это, наверное, на всех бульбашах, а может быть, и о вас. Кстати, она говорит, что 300 грамм картофеля достаточно для того, чтобы удовлетворить дневную норму калия, фосфора и углеводов. Ух ты, Антонин, спасибо вам за такую удивительную информацию. А Анна спрашивает, с кем бульбаши мечтают выступить на одной сцене. Ох, интересно. Есть мечта? Тут мнения разнятся. Ну, например, Алексей, с кем? Ну, я как бы особо-то не думал, с кем я хотел бы выступить. Ну, сейчас, наверное, самим Сашей Немо хотелось бы очень сильно. Так, а может возьмем покрупнее, там, допустим, народный артист какой-нибудь? Ну, народный, это... Я еще пока об этом не мечтал. Но амбиции есть, амбиции все равно есть, это уже радует. Есть еще вопрос от Яны. Как попасть в группу к бульбашам? Бывают ли кастинги? Кристина, вы по кастингу проходили, нет? Ну, это была, в принципе, наша общая идея, когда мы собирались изначально. Но сейчас, конечно, у нас люди появляются в коллективе. Но попасть сложно? Приходите, попробуйте. Ну что ж, рады всем. Дорогие друзья, вот сейчас я хочу так вот, знаете, аккуратненько подвести к следующей песне, которая позвучит в нашей программе. И для этого задам вопрос нашим девушкам. Вообще, можно ли назвать ваших ребят «Лепшие хлопцы»? Конечно. Конечно, безусловно. Лепшие? Да. Ну что ж, давайте тогда об этом, наверное, послушаем в песне. Да, дорогие друзья, «Лепшие хлопцы» на «Беларусь-4». Я шукала, ты знайшла модную помаду. Села ля-люстерка я и советую люс. Вот, прыгожусь, ати она им надо. Дежды я, хлопцы, что славит Беларусь. Вот, прыгожусь, ати она им надо. Дежды я, хлопцы, что славит Беларусь. Неделю на ТВ бачила новины. Хлопцы наши молодцы не нарадуют. Деннис гуляют за свою краину. Макс, Ди Володька славит Беларусь. Деннис гуляют за свою краину. Макс, Ди Володька славит Беларусь. Голос, Радио, ФМ, циканал музычный. Деня верит савачам, это ж наш Петрусь. Голос, прыгожий, тварам симпатичный. С певами хлопцы славят Беларусь. Голос, прыгожий, тварам симпатичный. С певами хлопцы славят Беларусь. Голос, прыгожий, тварам симпатичный. 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 Белана Баннер, треба файный программист, Java, C++. Ценится в свете Беларусь программер, Розумом хлопцы славит Беларусь! Поеду я шукать жанехов замежных, За своими хлопцами зараз остаюсь. Гон Украины нашей незалежной, Лепшие хлопцы славит Беларусь! Гон Украины нашей незалежной, Лепшие хлопцы славит Беларусь! Лепшие хлопцы славит Беларусь! Начинается ваша Малая Родина. Звоните в студию, пишите в Вайбер, а также участвуйте в нашем конкурсе. Хочу напомнить вопрос. Надо всего лишь продолжить пословицу. Картошку сажать. 34 22 43. Продолжите, пожалуйста, эту пословицу и получите пригласительный билет на Ночь музеев в Музей истории города Гомеля. Ночь музеев состоится 18 мая, 18.00, по адресу Пушкина, 32. Ну, мы ждем ваших телефонных звонков и продолжаем разговор в прямом эфире. И вот самое время, дорогие друзья, поговорить с бульбашами о картошке. Вы согласны? Я к чему веду? Дело в том, что все недавно закончили вот эту посадку грандиозную, которая происходит в мае. Вот мне интересно, кто-нибудь из вас садил картошку? Серьезно, Алексей? Я же ее люблю. Любишь, так ты ее любишь. Молодец. А много-много посадил? Ну, порядком прилично. Ну, сколько соток так? Можно почитать? Ну, я родителям помогал ее сажать. Вот. Там около семи соток где-то картошка. Ой-ой-ой. А потом вот это, что ухаживать надо, скажи, вот есть какие-то секреты, как вырастить хороший урожай? Поделись. Самый, так сказать, вред для картошки – это колорадский жук. Ну, это мы знаем. Вот поверь, даже мы в городе. Ну, в остальном, просто почва, чтобы благоприятная была. Будет хорошо. Владислав, вот пропускает в этот период репетиции Алексея, когда растет картошка? Я вот только узнал, куда он ходил все последние семь репетиций. А, вот, оказывается, картошкой занимался. Ну что ж, ребят, больше никто картошку в этом году, нет? Ну, мы тоже помогаем родителям садить картошку, ну, так. То есть куда без этого, да? Ну, да, без этого никуда. Хорошо. Ну, мы уже узнали, что Алексей, например, вообще не может прожить без картошки, а Роман? Могу. Да? То есть если кто выживет? Хорошо, ребят, ну, пирог, понятно, мы уже его разыграли. А вообще есть ли какое-то любимое блюдо вот у всей вашей группы, которое может быть какое-то традиционное, картофельное, когда вы какие-то там... Это драники. Это драники. Да, серьезно. Ну, тогда поделитесь рецептом, пожалуйста, с нашими зрителями. Рецепт драников? Да. Драники, рецепт, наверное, всем известный. У нас даже уже есть слайд. Деруны от Бульбашан. Да, деруны. Вот так называется рецепт. Ну, картофель, лук, чистится все это, отрется на терку, естественно, туда добавляется чесночок, пару зубчиков, солится там, возможно, перчится, перчик туда. Кто как любит, скажем так, муки, пару ложечек муки и, наверное, собственно, и все. Да, и с двух сторон обжарить. Это все перемешивается и обжаривается на сковородке с двух сторон. Ну, в принципе, такой традиционный рецепт. Да, ничего. Ничего особенного, скажу сразу. Мы, в принципе, его, как бы, даже, наверное, уже несколько раз что-то подобное рассказывали в нашей передаче. Я к чему это все говорю? Скоро в нашей студии будет специалист комментировать ваши рецепты, да, и расскажет, вот, насколько он приближен к идеальному рецепту настоящих драников. Но, в любом случае, деруны от Бульбаша в прямом эфире только что мы увидели, услышали. И вы знаете, дорогие друзья, у нас вот, в отличие от вас, есть даже возможность их попробовать, да. Потому что эти самые деруны сегодня находятся в этой студии. Прошу обратить внимание. Я задам еще раз вопрос, кто сделал драники? Кто делал эти деруны? Хозяйка. Хозяйка? Кристина опять же. Это просто дело в том, что они скромничают. На самом деле, наш руководитель очень любит готовить. Так. Да, это Владислав? Да, это его творчество, его творение. Нет, Владислав, я никак не думала, что вы такой скромный. Вы, мне кажется, очень такой активный человек. Значит, деруны от Бульбаша это чисто ваше произведение. Ну, мне показалось, что мужская нотка какая-то есть в рецепте, как мне показалось. Спасибо большое. Я просто к тому говорю, что очень уже хочется их на самом деле попробовать. Поэтому не могу, дорогие друзья, дождаться, когда же наступит этот момент. Но после прямого эфира мы это обязательно сделаем. А пока у нас есть телефонный звонок. Я думаю, это наш телезритель, который хочет выиграть пригласительный билет на ночь музеев в музей истории города Гомеля. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Давайте с вами познакомимся. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы вас слушаем. Я могу предположить, что пословица звучит так. Помирать собираешься, а картушку все равно садить. Если можно, давайте с самого начала еще раз давайте с вами познакомимся. Как вас зовут? Меня зовут Наталья. Я живой работаю в Гомеле. Я думаю, что поговорка звучит примерно так. Давайте так. Картошку сажать. Помирать собираешься, а картошку все равно садить. Ну вы знаете, есть такое, есть такое, действительно, есть такая же такая. Пословица. Спасибо вам большое за этот вариант. Но вообще наше задание было немножко другое. Продолжить пословицу «картошку сажать». Ну вы знаете, так понравился ваш вариант, что я думаю, все согласятся, что этот пригласительный билет на ночь в музей истории города Гомеля вы выиграли на самом деле. У нас есть еще что-то сыграть, поэтому, дорогие друзья, 34-22-43 продолжите, пожалуйста, пословицу «картошку сажать». Я вам показываю, подсказываю. Вот видите, как я вот размахалась тут, вот-вот-вот, вот руки, понимаете? Вот уже все подсказываю. Еще один пригласительный, но уже на другую выставку во дворец Румянцевых Паскевичей есть у нас в наличии. Поэтому звоните, пожалуйста, 34-22-43. Ждем ваш телефонный звонок. Ну что ж, дорогие друзья, мы говорим сегодня о картошке, мы говорим сегодня о малой родине. У нас есть очень интересные и самые разные сообщения в Вайбере. Алина считает, что белорусская картошка самая вкусная. Хоть весь мир обойди, такой бульбы не найти. Алина, спасибо вам большое. А вот Галина сообщает, что она картошку не выращивает, но знает фермеров из Якимовой Слободы, у которых всегда хорошая картошка. Спасибо за ценную информацию, Галина. Татьяна предлагает попробовать картошку из Урицкого. Вот, мы сегодня, кстати, из Добруша пробуем вовсю. И еще у нас есть сообщение от Василия. Василий родом из деревни Тихиничье, сейчас-то агрогородок в Рогачевском районе. И в этом году он посадил у родителей пять соток бульбы. Передает привет землякам. Спасибо, Василия. Спасибо, Василий. Есть телефонный звонок. По-моему, телезритель знает правильный ответ на наш вопрос. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Алло, добрый вечер. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Тамара. Тамара, скажите, пожалуйста. Я с удовольствием смотрю вашу передачу всегда. Спасибо. И сегодня почему-то я очень удивляюсь, что нет правильного ответа. Действительно. Картошку сажать, не руками махать. Ну вот, Тамара, ну это просто для того, чтобы вы позвонили и выиграли наш постоянный телезритель. Спасибо большое. Вы знаете, пригласительный билет на удивительную выставку, на выставку шедевров белорусской иконописи 17-19 веков из фондов Национального художественного музея Республики Беларусь достается вам. Дело в том, что, дорогие друзья, эта выставка, она проходит сейчас в музее Дворца Румянцевых-Паскевича. И у каждого есть шанс туда попасть. Но вот у нашей телезрительницы есть пригласительный билет. Спасибо вам большое. Но если вы еще с нами, позвольте задать вам вопрос. Вот что для вас значит «Малая Родина»? Скажите, пожалуйста, вы с нами еще? «Малая Родина» — это вообще удивительно. Это... Я сама недалеко родилась от Гомеля, в принципе, здесь вот, в Еремино. Я всегда, когда бываю там, у меня сердце, ну, не передать словами. И дом, в котором я родилась и выросла, и улица, по которой я ходила много лет, и школа, в которую я ходила, среднее образование получала, и все знакомые, которые со мной были тогда, и которых я сейчас встречаю, я их всех узнаю. Они меня узнают. Это не передать словами. Это такое родное и с тобой сжившееся. И от тебя оно неотрывное. И никогда от этого не уйти. Сколько жить ты будешь, это всегда будет в тебе. Правильно есть еще такая пословица. Можно уехать из той деревни, где ты родился, но она от тебя никогда не уедет. И из тебя тоже. Спасибо. Очень душевный ваш звонок. Спасибо большое вам. Вы знаете, дорогие друзья, мы говорим сегодня о Малой Родине. Интересно, вот, да, вот с чего для вас начинается Малая Родина. Звоните в студию 34-22-43. А также сегодня у нас в гостях арт-группа «Бульбаш» из города Добрыш. И сегодня мы говорим еще не только о музыке, но и о картошке. Вот, кстати, насчет картошки. Мне кажется, что все-таки ни один продукт не имеет такой вот гигантской популярности, как картошка, и о том, как правильно ее готовить, мы узнаем, дорогие друзья, сразу после рекламы. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. Знаете ли вы, что французский писатель Александр Дюма был гурманом и отличным поваром. И вы знаете, он очень виртуозно готовил, собирал рецепты и сам их изобретал. И вот в своем большом кулинарном словаре великий романист приводит очень много рецептов блюд из картофеля и истории про этот овощ. Например, он рассказывает, что в 1700-1993 году в Париже коммуна приняла указ, по которому все лучшие участки земли должны были отводиться под выращивание картофеля. Вы знаете, именно тогда французы дали картофелю прозвище «королевский апельсин». Вот, а мы, белорусы, называем картофель просто «второй хлеб». И мне кажется, да, это очень-очень близко для нас, для нашей души. Дорогие друзья, в прямом эфире программа «Добрый вечер, Гомель». Телефон студии 34-22-43. Сегодня у нас в гостях арт-группа «Бульбаш» из Добруша. Мы говорим о малой родине, о национальном достоянии картофеля и, конечно же, о музыке. Я хочу задать вопрос самой молодой, как мне показалось, да, участнице в вашем коллективе, это Эмилия. Эмилия, скажи, пожалуйста, вот для тебя малая родина, вот что это вообще такое, с чего она начинается, скажем так? Малая родина – это мой город, город Гомель. Я здесь выросла, я его люблю, и мне здесь очень нравится, здесь все мои близкие люди. И еще, можно сказать, моя родина – это моя семья. Где моя семья, там и мой дом. Там и родина. Да, и родина, и мой дом. Я очень люблю свою семью, и где они там. А как же тогда ты оказалась в коллективе, который на самом деле существует в Добруша? И как тебе вообще-то? Тебе комфортно с ребятами? Я очень люблю этот коллектив, мне очень все нравятся, меня приняли как в семью. Это на самом деле, это было волнительно, потому что это моя первая работа, ну, и все замечательно, все мои переживания. Мне сошли на нет, когда я попала сюда, я очень довольна, и вот. Ну, вот сегодня ты на телевидении, видишь, как хорошо быть с бульбашами, что называется. Вы знаете, дорогие друзья, у нас есть еще один пригласительный билет, и мы бы хотели его сейчас разыграть. Для этого надо позвонить в студию по телефону 34-22-43 и продолжить известное выражение. На Руси без картошки? Я думаю, все знают ответ на этот вопрос. 34-22-43, продолжите, пожалуйста, эту фразу. На Руси без картошки? Что? Ну, и так далее. Очень известное выражение, и, честно говоря, мне оно очень-очень нравится. Артем, наш телезритель, написал в Вайбере, что его родина начинается с маминой хаты в поселке Глушица в Жлобинском районе. Там растет самая вкусная бульба. Мама готовит ее на сале. Вкуснее не бывает, Артем, вы знаете. Действительно, там, где мама, там малая родина. А если там еще и картошка на сале, то, конечно же. Ну, как я уже говорила, согласитесь, ни один продукт не имеет такой гигантской популярности, как картошка. Не зря вот ее мы называем вторым хлебом. Картофель, помните, как можно варить, запекать, можно тушить. Вы знаете, его даже можно есть сырым. Вообще, сколько можно приготовить блюд из картошки? Вот прямо сейчас в нашей студии расскажет преподаватель Гомельского кульжа кулинарии Елена Сергеевна Руденкова у нас сегодня в гостях. Елена Сергеевна, добрый вечер. Добрый. Елена Сергеевна, можно я буду называть вас Елена? Да, конечно. Отлично. Скажите, вот мне очень любопытно, вот сколько блюд из картофеля известно лично вам? Ой, очень много. Я, конечно, как тосяки с лицами перечислять их не буду. А почему? Ну, потому что их действительно очень много. И в белорусском сборнике рецептур их больше ста. Но вообще основных таких, как варить, запекать, жарить, как вы назвали, их примерно 20. Всего 20? Все остальное, да, варианты на тему. Все варианты на тему, отлично, да. У нас, кстати, есть телефонный звонок, сейчас обязательно продолжим. Это очень популярная, интересная тема про блюда из картофеля. Но для начала, дорогие друзья, напоминаю, конкурс. Это выражение надо продолжить на «Руси без картошки. Что?». Вот послушаем, правильно ли ответ сейчас скажет наш телезритель. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Давайте посмотрим. Здравствуйте, как вас зовут? Михаил. Михаил, знаете ли вы, как будет дальше звучать это выражение? На «Руси без картошки» что? Что гулянка без гармошки. Да, правильно. Вы выиграли билет на выставку в наш Гомельский дворец румянцевых паскевичей. Так что оставляйте свои координаты редактора и приезжайте за призом. Спасибо большое. А можете ответить на вопрос, где находится ваша малая родина и вообще что это для вас значит? Алло. Да, вы слышите меня? Да. Михаил, вы с нами? Что для вас значит малая родина и где она находится? Расскажите. Малая родина у меня в Хойницком районе. Так. Ну, это первые шаги, первое познание, дальше продолжение рода. А в каком возрасте уехали? Ну, после Чернобыля в 26 лет. И сегодня вы где проживаете? В Новоберевском районе. В городе Гомеля. Да. Ну, на родину вообще приезжаете? Ну, как же без родных корней, вы что? Спасибо. Вы можете прямо сейчас передать привет вот всем... Ну, всем жителям нашей Белоруссии, теплой, особенно для рамильчан, ну и земляков с Хойницкой земли. И здесь много талантов вырастила Хойницкая земля. Спасибо. Медоши и прочее. Спасибо вам большое. Спасибо за этот телефонный звонок. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир, говорим о картошке. Итак, мы только что выяснили, что основных блюд 20 в принципе существует, но не верю. Мне кажется, их намного больше. Но скажите, пожалуйста, вот Елена, какие самые популярные блюда из картофеля были у наших предков? Ну, вообще, белорусы любили больше такие бесформенные блюда, скажем так. То есть не какие-то четко определенные границами котлетки, как мы сейчас любим в принципе. Они больше любили вот такие объемные блюда. Тушеные, пироги, да. Различные верщаки с добавлением картофеля. То есть большие, чтобы в большой горшок положить, чтобы много на стол поставить. И всех накормить сразу. Да. То есть вот это было достаточно так модным в то время и, в общем, определяло статус семьи. Есть какое-то блюдо, скажем, редкое, белорусское, из картофеля, о котором мало кто знает, и вы можете нам сегодня, может быть, рассказать. Ну, в принципе, наверное, белорусам сложно их удивить картофелем, но на самом деле такое блюдо есть. Подождите, я вас перебью. А давайте попробуем удивить наших зрителей с помощью бульбашей. Ребят, скажите, пожалуйста, вот давайте такой маленький эксперимент. Прямо сейчас вот вы все вместе перечисляете, какие блюда известны вам из картофеля, а мы считаем. Вот сколько это будет? Начнем с Кристины. Катушеный картофель. Катушеный картофель. Еще. Вареный. Дальше. Бабка. Дальше. Печеный. Десять. Катуши кислительные. Картофель фри, картофель фай. Еще, еще, еще. Колдуны, пирожки, картофельные, что еще? Супчик картофельный тоже может. Блюда? Цепелины. Цепелины. Готарики, колдуны, варенье. Даже хворот с картофелем. Вот сколько много блюд. Аплодисменты. Да, отлично. А теперь мы хотим услышать какой-то уникальный белорусский рецепт, который готовили наши бабушки или пра-пра-пра-пра бабушки. Расскажите. Ну, наверное, мало кто знает это старое название всем известного блюда бабка. Назывался раньше это блюдо медведь. Медведь. Медведь по белорусски. Да, по белорусски в переводе медведь. Был он и постный, был он мясной. И готовится он достаточно, в принципе, просто. Расскажите. Значит, лук нарезается мелко, добавляется туда, как правило, копчености или мяса. Обжаривается это все вместе. Затем сырой картофель натирается на терку. На терке какой? На любой можно? На крупной. На крупной терке, да. Затем соединяется с этой мясной массой или постной, допустим, с овощами просто. Затем выкладывается в горшок чаще всего. Сверху сметаной хорошо сдабривается и запекается вот в духовке, в жарочном шкафу. Ну, раньше в печи. Вот такой медведь подавался на праздники. Да, как ареститно прозвучало. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, Елена, а что вообще предпочитает сегодня белорусы готовить из картошки? Скажем так, как изменились наши предпочтения, на ваш взгляд? Ну, если в домашних условиях, то, конечно же, все просто. Картофельное пюре, картофель отварной, картофель жареный. Да, и нотка действительно мужская присутствовала в том рецепте. Вот этот чесночок, да? В драниках, да? В драниках, да. Это такая мужская нота, конечно же. А вообще, как вам блюда, которые сегодня находятся в нашей студии, которые вот привезли и приготовили ребята из Добруша? Вне конкуренции, я бы сказала. А как бы вы оценили рецепт дерунов от бульбашей? Насколько он приближен к идеале? Очень красивые. Я надеюсь, что, конечно, мы их еще и попробуем. Да, вы можете это делать прямо сейчас, на самом деле. Но мы попробуем обязательно. Но вам, дорогие друзья, вас оценили только что? Да, ваше творчество, я бы так сказала. А вы знаете, в Ирландии считается, что в мире есть только две вещи, к которым нужно относиться серьезно. Знаете, какие? Это супружество и приготовление картофеля. И вот здесь наступает самый важный момент нашей программы. Как правильно готовить картофель, чтобы сохранить и ценные его свойства, и при этом, как бы, чтобы это было вкусно, ну, скажем, и полезно? Ну, в принципе, испортить картофель достаточно сложно, честно говоря. Но при всем при том, что он достаточно прост, все-таки полезные вещества там все-таки присутствуют. Это и натрий, и калия, о котором мы говорили, да, и фосфор, магний. И самое главное при приготовлении все-таки сохранить эти питательные вещества, которых их там немного. Поэтому, во-первых, картофель никогда не надо чистить заранее, как это многие делают. С утра муж начистил, к вечеру жена приготовила. Нет, очищать картофель надо непосредственно перед приготовлением. Это первое. И следующее, солить картофель всегда нужно в самом конце. Для того, чтобы, опять же, не было выщелачивания питательных веществ, и он более полезным оказался. И обязательно, уже если говорить о варке, то варить при закрытой крышке. Закипело, закрыли. Да, обязательно. Потом открыли, посолили. Потери будут тогда минимальными полезных веществ. Спасибо большое, очень ценная информация. Вы знаете, вот мы говорили про кулинарные шедевры, ребят. А скажите, вот все-таки драники, да, в каждой белорусской семье есть свой фирменный рецепт этих картофельных оладьев. Елена, вот поделитесь с нами, прямо сейчас, идеальным рецептом, рецептом настоящих белорусских драников. Расскажите. Я бы объединила, наверное, сегодня два рецепта, потому что мне очень понравился рецепт дерунов, да, от бульбашей. Вот, и, соответственно, если приготовить вот так драники, как они сказали, затем выложить их в какую-то емкость с высокими бортами, одним слоем, наверх выложить смесь свинины, фарша и говядины, но с добавлением бульона так, чтобы он был достаточно жидкий такой, не плотный, а жидкий, сверху, и так сделать, прослоить несколько слоев. А затем залить бульоном вместе со сметаной и запечь в жарочном шкафу или в духовочке. Ничего себе, какой рецепт интересный. Эти драники называются драники по-мински. К сожалению, не по-гомельски, по-мински, но, тем не менее, это просто, я бы сказала, кулинарный шедевр, да. Я сама готовлю этот рецепт дома, и, друзья мои, все всегда восхищаются. Спасибо. Ну вот на что обратите внимание, дорогие друзья. Вы же в самом начале сказали, что наши предки готовили, как бы, картошки сразу много, на всех, да, а не вот такими вот маленькими драницами. Да, 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 они маленькими, а все-таки вот много. Вот надо прислушаться к предкам, что называется. Спасибо вам большое. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Давайте с вами познакомимся. Здравствуйте, это жители города Добрша. Мы хотим сказать, что мы очень любим нашу группу Бульбаш, всегда с нетерпением ждем их на праздниках, и хотим пожелать им дальнейшего, ну, творческого успеха, чтобы они больше радовали нас своим творчеством. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Вот такого звонка нам сегодня очень не хватало. Ну что ж, дорогие друзья, я хочу напомнить, что сегодня мы говорили о национальной кухне, о малой родине с преподавателем Гомельского колледжа кулинарии Еленой Сергеевной Руденковой и музыкантами из Добрша. Это группа, арт-группа Бульбаш. Вы знаете, вот у меня за спиной очень ароматно пахнут картофельные драники, деруны от Бульбашей, пирожки какие-то невероятные, да. Все, пора попробовать. Поэтому программу, дорогие друзья, мы заканчиваем. Спасибо, что, как говорится, вам всем за это внимание. Просто, конечно же, без песни никак. Это была программа «Добрый вечер, Гомельс» Наталья Володец. Спасибо вам большое. До новых встреч в прямом эфире. Она горим, мельница, мельница. Она горим, мельница, мельница. Она горим, мельница, мельница. О, ер, 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 ерцам, перцам, лупцам, дупцам, мельница. О, ер, 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 ерцам, перцам, лупцам, дупцам, мельница. А у милых, как зветочки, зветочки. А у милых, как зветочки, зветочки. О, ер, 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 ерцам, перцам, лупцам, дупцам, мельница. О, ер, 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 ерцам, перцам, лупцам, дупцам, мельница. Редактор субтитров А.Семкин Ой, ер-бер-бер-берцем, перцем, лобцем, дубцем мельница. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok